Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разговариваем о сортах винограда для белого вина, а точнее о белоягодных сортах, потому что на самом деле белое вино можно делать не только из белых ягод, их можно делать и из красных ягод. И критерии белого вина это в том числе и технология. Например, красные вина у нас бродят на мезге, а белые вины на мезге не бродят. Мы отжимаем сок и ставим его на брожение. Поэтому из красных сортов винограда тоже можно белое вино сделать. Но сегодня мы поговорим именно о белоягодных сортах. Расскажу, что есть в нашей коллекции, как бы основа нашей коллекции, что уже мы использовали в работе, что мы видели в результате. Кое-что покажу из новиночек. Но обо всем по порядку. И первый сорт это мой любимчик реформ. Венгерский виноград раннего срока созревания. Много лет у нас. Единственное, что в этом сезоне мы старый куст убрали, он нам там мешал. И у нас уже начали плодоносить новые кусты. Их три. То есть мы решили его размножить. Чем хорош? Ранний срок созревания, хорошее сахаронакопление. Достаточно неприхотливый. Всегда прекрасно возревает лоза. Но все у него хорошо. Что касается виноделия, я его уже много в чем попробовала. Я его делала по красному способу. То есть с брожением на мисгах. При этом получается шикарное вино с легким грушевым ароматом. Может выдерживаться весной. И кстати ссылку я вам обязательно оставлю. Я показывала дегустацию вина из этого сорта урожая 2019 года. Сейчас 22 год. При этом было сделано, может быть, даже не совсем по правилам. Сусло само забраживалось с мизгой. Тем не менее получилось хорошее вино, которое еще пару лет может полежать. Также я пробовала из него делать шампанское по классической технологии. И тоже получился замечательный напиток. Вкусный, приятный, интересный. То есть сорт как достаточно легкий в уходе, так и достаточно легкий в винификации. Конечно, можно пробовать что-то делать из него еще. Можно экспериментировать. Тем не менее, даже вот самый простой вариант. По красному способу с брожением на мизге. Можно получить замечательный результат. Единственный его, скажем так, небольшой недостаток. У него может быть такая очень плотная гроздь. И при дождях он может трещать. Потому что кожица тонкая. Но ввиду ранних сроков созревания. Вот в наших условиях он созревает конец августа, начало сентября. Ну, последние годы, когда у нас очень короткий вегетационный период. Поздние весна. Чуть-чуть позже. А так, вот, к концу августа, начало сентября, как раз он проскакивает этот сезон дождей. И мы успеваем собирать его раньше. Ну, и кроме вина, покушать его тоже, в принципе, можно. Вкусно. Тот же грушевый аромат, такой вот дюшевский. Все это присутствует. Кстати, при выдержке немножечко вот этот грушевый аромат переходит в такие вот цветочные нотки. Как если, например, ромашку, дванчик нюхать. Вот мне именно такие ноты напоминают вино из этого сорта. Следующая, это у нас группа сортов при Балтийской селекции. Начнем мы с Вардовы. Также имеет ранние сроки созревания. В хорошие годы, конец августа, начало сентября в наших условиях. Но при большой нагрузке, при каких-то неблагоприятных условиях, сроки созревания могут несколько затягиваться, в том числе и до середины сентября. Небольшая грозночка, достаточно плотная, но в треске не замечена. Она также прекрасно зреет лозанг. Ягодка на вкус очень сладкая и имеет такие приятные тропические ноты. Я бы сказала, и вот дочка моя старшая очень любит, кстати, этот виноград. Это ее любимчик. Она говорит, что там вкус личи. Те, кто не знает, что такое личи, я, честно говоря, тоже его в свежем виде не пробовала. Идете в магазин, покупаете любой напиток с ароматом личи и будете точно понимать, о чем я говорю. То есть, сам по себе сорт очень вкусный, приятный. Вине не делала отдельно. Поэтому про вино вот сейчас расскажу еще про супа Гойсэлэ. И тогда уже поговорим в общем о вине из этих сортов. Но отдельно не ставила, ввиду того, что не так их много еще было, чтобы попробовать сделать что-то отдельно. Урожайность, в принципе, неплохая. Но вот в прошлом году в Орду так порядком повредил град. Поэтому даже в этом сезоне мы ее не показывали. Мы ей дали возможность восстановиться. Супага – это следующий сорт прибалтийской селекции. Зелененькая ягодка. Причем интересно, что она даже в спелом состоянии. Можешь сохранять зеленый цвет. Поэтому может казаться, что она не совсем дозрела. Но при этом она будет сладенькая. При этом она будет вкусненькая. Ну, конечно, если много солнца, то ягодка со временем будет желтеть. Достаточно рыхлая гроздь. Замечательно, что она не гниет, не загнивается. Если вдруг какие-то, допустим, птичка поклевала, то одна ягодка сама себе сгниет, а отпадет и не переходит на все остальные. Тоже хороший сахар. И в супаге это будет больше ананасные нотки. Вот у нее больше именно такое направление. То есть ананас это тоже тропический фрукт, но немножко другие. Да, кстати, гроздочки у супаги покрупнее. Гроздочки там грамм 300 могут быть. Ягодка тоже может быть чуть-чуть крупнее, чем у варду. Но скажу вам такую одну вещь. Получала просто от вас отзывы, комментарии, что то, что сидит у нас и показывает, ну, такие небольшие гроздочки, небольшие ягодки, а вдруг у вас дала гигантские гроздья, гигантские ягоды. Да, такое может быть. Очевидно, что вы свои лозы очень любите, и они отвечают вам взаимностью. Мы, конечно, тоже наши лозы очень любим, но растут они у нас. Вот конкретно данные сорта, о которых я сейчас говорю, варду, ва, супага, сэлэ, не в самом лучшем месте. Поэтому мы имеем такой вот скромноватый результат, в отличие от вас. То есть они могут показывать потенциал гораздо больше. Итак, переходим к сэлэ. Небольшая гроздочка, грамм 150-200, небольшая ягодка, по срокам созревания ближе к 10 числам сентября будет созревать. И, скажем так, сэлэ – это что-то немножко промежуточное по вкусу между супагой и вардовой. Больше может быть, конечно, ананасные нотки, но чуть-чуть вот эти другие тропические фрукты, они также могут прослеживаться. Теперь поговорим о винах из этих сортов. В один год я вот эту троицу делала сухое вино. Достаточно хорошо получилось. И такой вкус был интересный каких-то специй, каких-то пряностей таких. Интересный. То, что запоминается, то, что впечатляет. Потом я решила, ввиду того, что это такие ароматные сорта, попробую сделать из них игристые. По типу пятна, то вообще про сорта для игристых вин мы с вами поговорим отдельно. Да, кое-что там будет повторяться. Очень хороший результат. Еще чем хороша эта троица, тем, что вино можно пить в молодом состоянии. То есть вот как только оно отбродило, немножко осветлилось, или немножко, или помогли. Все, его сразу же можно пить. У него небольшая кислота, оно будет приятно, оно будет ароматно, оно будет яркое. И, в принципе, не всегда есть необходимость как-то его там выдерживать. Вот это то, что можно пить, в принципе, к Новому году. И это будет вкусно. Разумеется, если мы дали ягодам нормально созреть, нормально набрать свои кондиции. Следующий сорт, новинка этого сезона – ананасный. Второе его название – Фердинанд де Лисепс. Ходит, скажем так, два ананасных, и даже не два, а три. Вот один есть просто ананасный. Второй ходит как ананасный ранний. При этом там тоже, на самом деле, есть две разновидности. Конкретно мой экземпляр, он именно ананасный. Почему? Потому что у него есть такая вот вырезка, каемочка на листе. У ананасного раннего лист практически круглый, без этих вымочек. Тем не менее, вот этот мой ананасный в наших условиях все-таки показывает ранние сроки. У нас в этом сезоне он созрел в начале сентября. Как следует из названия, он ананасный. У него прям такой очень-очень яркий аромат. Немножко желеобразная мякоть. Ну, тоже мне, например, такие ягоды очень нравятся. Они очень приятные. Шкурка там мягенькая, она совершенно ничему не мешает. Хорошие сахаронакопления в этом сезоне было 19. И, что интересно, сахар особо не размывается дождями. Вот получилось так, что я померила сахар. Потом где-то неделю шли дожди. Может, чуть больше я уже там не хожу, не делаю записи, да, сколько времени прошло. Ну, вот был период дождей, после этого я замеряю сахар, он такой же. Это очень большой плюс на самом деле, потому что, к сожалению, вот наша большая беда. У нас все хорошо, вроде все хорошо созревает, вроде все хорошо вызревает. Вот бак дождей, сахар размылся и все, у нас получается ягода водянистая, сахара мало. Так вот, ананасный не сильно это натягивает. Шикарно зреет лоза, замечательная сила роста, ничем не болеет. Такой очень неприхотливый сорт. Пока вине не пробовала, но я думаю, что вот для игристых вин вообще будет замечательно. В принципе, можно будет попробовать и сухое вино сделать, ну, посмотреть, что с него будет. Я думаю, что перспективы у данного сорта, они очень хорошие. И еще один сорт, о котором хотелось бы поговорить, это Бриана. К сожалению, показать нечего, была в этом году маленькая сигналочка. Даже ее не снимали. Но это тоже бело-ягодный сорт. Чем интересен? Тоже у него, как у Вардувы, будет плотная грозочка, такая кукурузинка. Там, где я о ней видела, читала, данных отрезки нету. То есть все у нее хорошо. И вот вкус у нее очень специфический. Это та же Вардува с ароматом личи. Плюс еще цитронные ноты. Ну, очень яркие. Такой, вот, когда мне дали ягоду первый раз попробовать, я была в легком шоке, что вот она может быть такой. Я знаю, что делают в мире вина из Брианы. Вот поклонники натурального виноделия, которые не хотят ничего добавлять. Они используют этот сорт для виноделия. Конечно, да, у меня еще урожая такого не было. Я не смогла ее попробовать. По срокам созревания, я думаю, что где-то вот 10 числа сентября она должна у нас созревать. Прекрасно зреет лоза. В болезнях также замечены не было. Ну, и ввиду высокой ароматики тоже, я думаю, что там есть чем поработать. И можно получить очень интересный вид. Ну, конечно, игристое однозначно, повторюсь, по игристым еще как-нибудь пообщаемся отдельно. Также еще хотелось бы поговорить об одном сорте, из которого мы делаем вино. Но этот сорт не вины, не технически, это сорт столового. И используем мы для вина Антоний Великий. Так сложились обстоятельства. В один год, что было много урожая, что-то с ним надо было делать. И я решила попробовать сделать уксус. Был материал, да, но для того, чтобы сделать уксус, сначала надо сделать вино. И когда вот начало оно у меня бродить на уксус, я отлила одну партию, а со второй решила поэкспериментировать, посмотреть, что будет. И результат меня удивил. Вообще, почему мы не делаем вина из столовых сортов? Потому что в столовых сортах, как правило, мало кислоты. Также не очень много сахара, много аммиакоти, много пектина. Антоний Великий как раз-таки имеет и достаточно неплохой сахар, 18 брикс нам для светлых вин. Вполне достаточно, но в какой-то сезон там где-то было чуть больше. У него есть и легкая кислинка, и у него потрясающий сокодача. Вообще потрясающий. Он сам по себе очень сочный. То есть если вы кушаете, прямо ягода взрывается. И вот если мы ягоды сожмем в руке, у нас вытечет сок, и даже в руке практически ничего не останется. Чуть-чуть шкурки. То есть вот сокодача потрясающая. Что получается из него? Получается очень интересное вино. Несколько лет подряд я уже его делаю. Показывала вам и дегустации, и рассказывала. Немножко похоже на пиногриджио. Немножко похоже на итальянское тропатто. То есть, конечно, оно будет отличаться. Это не стопроцентная, скажем так, копия. Но какие-то общие нотки есть. И даже буквально пару дней назад мы специально пошли в магазин. Купили сицилийское пиногриджио, чтобы сравнить. Так вот, некоторые нотки, сразу запах. Идентичный. Муж понюхал, и говорит, ну-ка. Он говорит, ты знаешь, если по памяти, то точно пахнет как Антоний. Ну, по вкусу, конечно, будет отличаться. Пиногриджио, по крайней мере, данный экземпляр. Там было ощущение даже, что есть остаточный сахар. Он такой слегка сладковатый, мягковатый. Антоний может быть чуть, скажем так, грубее. Но у него приятная кислотность. Вот когда я его попробовала, я точно поняла, о чем говорят сомелье, когда говорят, вино хрустящее, там хрустящая кислотность. Вот у Антони это хрустящая кислотность. Не кислота, вот многие считают, что кислота, а все это плохо. Нет, это совсем другое. Вот оно такое прям хрустящее, звенящее, такое свежее, освежающее и очень приятное. В определенный момент его жизни у нас появлялся такой привкус жареного батончика. Но это, возможно, связано с технологией. И, возможно, это вот свойство данного сорта. Тем не менее, да, вот вино чуть грубее, но похоже на пиногриджио, похоже на тропата. Очень интересное получается. И да, мы его используем на вино. Здесь, как бы, в чем плюс для маленьких участков, то, что у Антонио большая грудь и большая урожайность. Конечно, весь винодельческий мир говорит о том, что урожайность должна быть небольшая, ягодки должны быть небольшие. Да, это все действительно так. Но если мы ограничены в наших ресурсах, в наших местах, то можно пробовать, то есть, его покушать вкусно. И в вине несколько лет подряд мы делаем и будем продолжать делать. Пока что он у нас растет в теплице, но уже высажен в открытый грунт. И, скорее всего, что в следующем году мы его уже попробуем и в открытом грунте. Потому что есть данные, что даже севернее нас он прекрасно созревает, прекрасно набирает свои кондиции. Конечно же, это маленькая часть нашей коллекции. Всего у нас растет гораздо больше. Ну, это то, где мы видели ягоду, либо пробовали ягоду. Первые несколько сортов – это то, с чем мы уже поработали в разных вариантах. И поэтому я о них рассказываю. Ну, а в следующем сезоне, если у нас все хорошо сложится с погодой, то буду показывать еще наши новинки, что у нас растет и в каких кондициях. И еще, что хотелось бы сказать напоследок. Те, кто начинает читать технологии белых вин, их может пугать определенная сложность в исполнении, ввиду того, что там все-таки надо контроль температур, белые сорта, им больше свойственное окисление, то есть как-то надо пробовать их защищать. То, с чем мы работали, вот Реформ, Супага, Слэ, Вардова, Антоний Великий, мы работаем без серы, мы работаем без каких-то специальных условий. И вполне эти сорта можно делать по красному способу, с брожением на мезге. Они замечательно это выдерживают и получаются хорошие вкусные виды. В принципе, по тому же цвету, если сходить в магазин, опять же взять белое вино и посмотреть, они не будут сильно отличаться. В цвет мы попадаем, даже несмотря на то, что мы используем несколько другую технологию. То есть можно с ними работать вот так и работать с ними достаточно легко. Единственный нюанс, который может быть касательно всех этих сортов, это несколько затяжное осветление. Но вообще для любых белоягодных сортов затяжное осветление – это абсолютно нормально. Это прописано во всех учебниках. Так что просто чуть-чуть набраться терпения. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!